Вот купили мы, не мы, а мой брат купил утром сегодня хлеб. Называется он Немюгинский ООО Викарт NHCZ. Это что у нас? Немюгинский хлебозавод. Хлебозавод. Вот так вот они называют. Ну, видим уровень этих Немюгинских хлебозаводчиков, что они даже транслитерацию, то есть буквы большие берут русские слова, не могут написать что по-английски. Ну ладно, мелочи. Вот такой хлеб. Прижал мы значит его просто пакетик вот так вот приоткрыли, вытащили, отломили, покушали утром. Вот еще такую кашу купил брат, привез с утра, мы поели. Все, вот их телефон поддержки. Мы рады вас услышать по телефону. Все бы ничего, потом значит в обед я тоже вот отрезал хлеб уже ножиком, вот так вот резал. И сейчас опять я покушал, тоже кусочек отрезал, а потом решил вот здесь вот отрезать вот эту вот. Ну, чтобы аккуратно было и в холодильник положить, в пакет обратно, в холодильник. Но чтобы отрезать, надо этот батон было вытащить полностью, да, так и вот так вот перевернуть. Ну, я хотел посмотреть, как лучше отрезать. Переворачиваем. И что мы видим? Мы видим, что здесь не то, что сверху, да, вот, ну, так было это я сейчас посмотрел. Во-первых, здесь черная, черная, черная плесень. Желтая внутри плесень вся. Сверху синяя, вот тут было вот такое пятно огромное. Вот это ковырнул пальцем и там коричневая, оранжевая, нет, желтая. Вот она желтая, вот эта всякая фигня. Скорее всего, это какой-нибудь яичный порошок, может, еще что-нибудь. Ну, или какие-то добавки, чтобы хлеб лежал долго, не портился, да. Но мы видим, что он просто-напросто, вот, ковыряй, ковыряй, вон там, видите. Вот это вот немюгинский хлеб. Будьте внимательны, осторожны. Покупайте вот такой хлеб, батон. Эй, не батон, это лепешка большая. Лежала она. Вот такая вот гадость в хлебе. Ну, и по поводу вот этой курганская каша, особая, с говядиной, да. Он привез рисовую кашу, кушали. На сковородке разогрели. Тоже было написано с говядиной, там, все. Вообще никакой говядины, там, вообще мяса нету. Один рис был, подозревая, что здесь тоже одна греча. И жир, какой-то конский жир вообще. Очень невкусная вещь. Не покупайте вот такую гадость. Мясосодержащие. Вот. Не мясо тут вообще. Может быть, какие-нибудь порошковые добавки. В общем, вот, как говорится, Роспотребнадзор у нас отчеты дает, что в два раза у нас сократились жалобы потребителей. Качество продукции выросло. На самом деле, все хуже и хуже становится. А почему у Роспотребнадзора показатели улучшились? Потому что с 2017 года вступил новый закон, по которому на ваши жалобы Роспотребнадзор отписку напишет, что вы не соблюли правила подачи обращения претензий в магазин и до судебного урегулирования с продавцом. Вот к чему приводит у нас качество продовольствия в стране. Видите, да? Все хуже и хуже у нас. Травят со всех сторон. Продолжение следует...